Приветствую вас дорогие друзья, с вами Дмитрий Кухтенков. Сегодня хотел поговорить о том, как делать рекламу на Яндекс Директ. То есть такой сервис Яндекс Директ, который позволяет очень быстро раскрутить ваш любой сервис. Сайт, блог и так далее. На данный момент ничего более эффективного, наверное, в интернете нет. Как контекстная реклама. Контекстная реклама может быть в Яндексе, может быть на Гугле. Я рекомендую использовать Гугл, потому что проще интерфейс, проще пользоваться и наиболее эффективный. Я сравнивал просто с Гуглом, мне больше нравится этот сервис, гораздо больше отклика. И соответственно еще есть Бегун, но Бегун у меня тоже не пользуюсь, в основном только Яндекс. Лучше сделать 2-3 кампании на Яндексе, чем на других каких-то сервисах. Итак, для того, чтобы сделать рекламу в Яндекс Директ, необходимо зарегистрировать почту на самом Яндексе. Здесь, соответственно, у меня уже почта зарегистрирована, вот мое имя. То есть вы входите сначала в почту и потом выбираете сервис. С помощью вот такой вот вкладочки можно выбрать Директ. Нажимаем Директ. Либо вот еще тут есть тоже, да. Все сервисы можно выбрать и там найти Директ. Далее нажимаем кнопочку Моей Компании. Вам предлагается 2 интерфейса. Легкий и профессиональный. Мы будем выбирать профессиональный, потому что он наиболее эффективный. Далее нажимаем. Так, ну здесь мы пишем название компании, к примеру. Ну пускай так и будет новая. Или давайте лучшая компания. Так, дата окончания мы не указываем. Здесь можем настроить SMS уведомления на телефон. Я не буду настраивать. В принципе это не нужно. Так, уведомление на адрес почтовый. Вот это нужно. Установить фамилии, имя. Временный таргетинг. Задаем круглосуточный, чтобы наши объявления крутились в интернете круглые сутки. То есть круглые сутки, 7 дней в неделю, 30 дней в месяц и так далее. Чтобы постоянно шел целевой трафик на наш сайт. Далее, вот это очень важно. Уточняем регион. Я выбираю регион пока за все страны, потому что русскоговорящие люди живут в принципе везде, во всем мире. Тем более, если у вас, к примеру, сайт, который автоматически с переводом. То есть человек, придя на сайт, может выбрать любой язык. То есть вы можете рекламировать, естественно, сайт везде. И может быть у вас даже появится там партнер из, допустим, Европы, да, там кто, ну, откуда угодно, из Индии. Так что выбираем все страны, пускай крутится наш сайт везде. Далее, вот это тоже очень важно, стратегия показов. Вот здесь по умолчанию стоит наивысшая доступная позиция. Нам это совершенно не подходит. Я обычно ставлю недельный бюджет. Почему я ставлю недельный бюджет и почему именно 250 долларов? Ну, тут я варьирую, либо ставлю 200, либо 250, либо 300. Тем самым я стимулирую Яндекс, ну, там робот, да, робот Яндекса показывает мои объявления чаще. То есть для того, чтобы потратить мой вот этот весь бюджет, который я закладываю, да, 250 долларов, соответственно, Яндекс должен крутить чаще мои объявления. То есть если он не будет показывать моих объявлений, соответственно, на них никто не будет кликать, и я не потрачу весь этот бюджет вот недельный 250 долларов. Это не говорит о том, что я трачу именно вот эту сумму денег, трачу я гораздо меньше, потому что цену за клик я ставлю, как правило, 2, 3, ну, максимум 5 цента. Больше, в принципе, не нужно. Объявления будут показываться на тематических каких-то площадках, то есть на партнерах Яндекса, да, то есть, допустим, на каких-то блогах по тематике, вот MLM, к примеру, или на каких-то сайтах, посвященных там заработку, да, будут показываться вот мои объявления. Вот, и целевая аудитория все равно будет, как бы, видеть мои объявления и будут кликать на них. Так, далее здесь мы, в принципе, все отметили. Расширенные настройки. Так, здесь нам ничего не нужно. Нажимаем «Далее». Все, Яндекс предлагает нам составить наше объявление, да, я обычно ставлю галочку вот здесь со ссылкой на сайт. Ну, вы можете с телефоном, ну, я думаю, в этом смысла нету. Лучше всего именно делать, чтобы люди заходили просто на сайт. Ну, заголовок может быть разный, да, то есть, в основном, как правило, люди приходят в бизнес, чтобы, ну, каких-то, да, вещей, как бы, там, избежать и, соответственно, получить. Ну, любое объявление, там, к примеру, надоели. Начальник и... Так, начальник и будильник. Так, построй. Можно MLM-бизнес, можно просто бизнес. Бизнес с нашей командой профессионалов. Пошаговое обучение. Бесплатно. Видите, бесплатно уже не влезает, ну, тогда оставим просто пошаговое обучение. Соответственно, здесь ставим ссылку на ваш ресурс, на ваш какой-то сайт. Так. Далее. Подбираем ключевые фразы, ключевые слова. Ну, к примеру, напишем. MLM. Бизнес. Так, тут вот нам сразу выдаются подсказки. Я, как правило, до этого уже заготавливаю все слова с помощью сервиса. Вот, подбор слов. В wordstat.yandex.ru То есть, здесь вы задаете, да, допустим, MLM. Подобрать. Вот, и здесь показываются все слова, которые, ну, искали, да, за месяц. И количество показов в месяц именно вот этих слов. То есть, вот MLM, это 20924 показа. Это не значит, что только MLM показывалось, а показывалось MLM-компания, MLM-бизнес, то есть, словосочетание. То есть, таким образом можно подобрать слова. Вот, я использую где-то 2000 слов. То есть, у меня получается, ну, тут опять же, я рекомендую варьировать. То есть, можно 20 объявлений, можно 30, можно 50. Сейчас вот я делаю компанию, где-то 100 объявлений. Вот, так как всего у меня 2000 слов, потому что Яндекс таким образом делает, что, ну, в одной рекламной компании, вот, который мы сейчас создаем, да, в одной рекламной компании, несколько объявлений с одинаковыми словами Яндекс не допускает. То есть, он какие-то минус-слова делает, какие-то плюс-слова. Ну, это уже тонкости, как бы. Поэтому нужно, чтобы в каждом объявлении были ключевые слова, все время разные, то есть, уникальные. Для каждого объявления уникальные слова. Поэтому, вот, если брать 100 объявлений, то получается 20 ключевых фраз, слов на одно объявление. Если, соответственно, брать 50 объявлений, то 40 слов на одно объявление. Ну, тут пускай я вот оставлю пока одно, MLM Business, да. Да, еще такой немаловажный момент. Для того, чтобы ваши объявления были наиболее эффективными, ну, чтобы люди могли их, ну, то есть, к примеру, они задают слово MLM Business, да, в поисковике. И видят объявление, ну, вот, к примеру, как у нас, да, надоели начальник будильник. Соответственно, в заголовке объявлений нету ни MLM, ни бизнес. А человек искал именно MLM Business. Скорее всего, он на это объявление не нажмет. То есть, если будет какое-то объявление рядом со словом MLM Business, то, скорее всего, он нажмет именно на то объявление. Поэтому старайтесь, чтобы в заголовке, в тексте объявления и ключевые фразы, они, как бы, совпадали. То есть, соответственно, в заголовке должно быть MLM Business, к примеру, да, начни свой MLM Business. Простой, простой MLM Business нашей команды профессионалов. Ну, вот сейчас я, к примеру, исправлю. Начни свой MLM Business. То есть, человек запросил слово MLM Business, и он видит объявление сразу. Начни свой MLM Business, простой MLM Business с нашей командой профессионалов, пошага обучения. То есть, скорее всего, человек нажмет на это объявление. То есть, шансы увеличиваются. Соответственно, если вы составляете объявление со словом сетевой маркетинг, то ваше объявление должно содержать слова сетевой маркетинг. Если заработок, то, значит, ваше объявление должно содержать слова заработок и так далее. Партнерские программы там. Не рекомендую составлять объявления со словом работа, потому что это не совсем наша целевая аудитория. Те люди, которые хотят устроиться на работу, они, ну, все-таки нам не очень подходят. И, как правило, они, ну, просто нажимают на объявление. То есть, вы тратите свои, как бы, деньги, но это не целевой клиент. Не целевой посетитель вашего сайта, потому что, посмотрев информацию и поняв, что это MLM, что сюда надо будет вкладывать деньги, что это бизнес. И сюда по-любому надо вкладывать деньги, как в любой бизнес. А, скорее всего, ну, ему это не подойдет. Потому что человек, который ищет работу, как правило, находится без денег, так можно сказать. Ну, можно, конечно, несколько объявлений такого плана сделать, но я не особо рекомендую. Все, то есть, фактически наше объявление готово. Вот здесь мы ключевые слова пишем, как я сказал, в зависимости от того, сколько мы будем составлять в одной рекламной кампании. Сколько у нас будет объявлений. Вот. Нажимаем далее. Все, Яндекс нам предлагает, значит, вот такую штуку. Ну, здесь, в принципе, ничего такого интересного нету. Тут, может быть, вот он еще сейчас не предложил. Обычно предлагает рубрики. Ну, их нужно убирать, как бы они не нужны. Вот, нажимаем далее. Все, наше объявление готово. Вот, можем сразу отправить на модерацию. Можем добавить еще объявление. В принципе, на этом, пожалуй, все. Вот, что еще хотел сказать. Вот это мы, как бы, да, создали одно объявление в одной компании. Вот, и для того, чтобы нам создать еще одну компанию, да, уже там, еще, допустим, в другой компании, там, 30-50 объявлений с теми же ключевыми словами, но уже это будут другие объявления, да, с другими словами. Другими фразами и так далее. Мы можем, вот, как бы, нажать сюда, добавить объявление. Он нам предлагает добавить объявление в новую компанию или в существующую. Соответственно, тут мы уже выбираем. Если в новую, то создаем опять новую компанию и все таким же образом. Так, еще хотел сказать по поводу оплаты. Вот, ну, сейчас, скорее всего, здесь оплатить нельзя будет. Оплатить можно будет после модерации. Ну, то есть, вы тут совсем соглашаетесь, заказываете, да, рекламную компанию. Вот, нажимаете оплатить. Вот, он вам предлагает оплатить сразу 250 долларов, но я, как правило, плачу по 10 УЕ. В принципе, больше оно, как бы, не надо. 300 рублей хватает, там, на пару недель. Вот, где-то у меня рекламный бюджет, это полторы тысячи рублей. У меня где-то 5 рекламных компаний, но вот где-то полторы тысячи рублей на все вот эти рекламные компании у меня уходит денег. Ну, соответственно, все вот здесь заполняем. Вот, можно оплатить по банковскому счету, то есть, вам такую квитанцию можно распечатать. Либо Яндекс.Деньгами, самый простой способ. Вот, ну, на этом, наверное, пожалуй, все. Все, пока-пока, с вами был Дмитрий Кухтенков. Увидимся в следующих подкастах.